Вятские археологи бьют тревогу в Слободском при реконструкции женского монастыря 17 века экскаватором, нарушили культурный слой почвы и практически разрушили историческое здание. И все это на территории, которая храняется федеральным законом. С места событий репортаж Ивана Швецова. Строительная работа на территории Христорождественского женского монастыря в Слободском продолжается. Как сейчас мы видим, рядом со зданием бывшего епархиального училища находится экскаватор, трактор и подъемный кран. По всей видимости, проходят какие-то реставрационные работы. Однако археологов сюда никто не приглашал. Архитектурный ансамбль монастыря считается памятником культурного наследия. И самовольно разрушать здания здесь нельзя. Под тем, что осталось от епархиального училища постройки начала 19 века, находятся еще культурные слои 18 и 17 веков. Когда на территории монастыря прокладывали канализационные трубы, весь пятивековой культурный слой просто перекопали экскаватором. Мы же рабочие, ну что там, попалось, попалось. Ну потихоньку, правда, все это уже собирали. У меня здесь, вот воскресная школа, в подвале хранятся косточки, два черепа. Даже полностью могилы находили, у них гробы. Строители – не профессиональные археологи, но сохранили ту часть наследия, которая показалась им значимой, то есть останки монахинь. Однако кроме костей здесь находится великое множество ценнейших культурных артефактов, в частности, древней керамики. Видно, что на поверхности лежат фрагменты керамики, которые относятся к 19-му, началу 19-го века, и они на поверхности монастыря, на поверхности земли находиться не могут, просто по одной простой причине, они должны быть на определенной глубине. То, что здесь делали с культурным слоем, это по большому счету невосполнимая утрата. То есть перемешано ковшом экскаватора все, что можно, и вот я тоже буквально за три минуты насобирал черепки, это керамика, периодизацию установить теперь очень сложно, потому что если бы правильно археологи снимали по слоям, можно было бы, собственно говоря, там пополнить запас культурного наследия, а здесь совершенно варварский культурный слой был уничтожен. По закону, перед проведением земляных работ в исторической части города нужно дать время поработать археологам. Так поступают в большинстве регионов. Но в Кировской области эта норма законодательства исполняется крайне редко. Строители отдали свои находки археологам, которые приехали с нами в монастырь. Однако большая часть культурного наследия древнего монастыря для историков потеряна. Ковшик скаватора и кисточка археолога – абсолютно разные инструменты работы. Большинство артефактов теперь раздроблены на части, и собрать их воедино уже вряд ли получится. По факту нарушения закона активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта готовят обращение в областной департамент культуры, администрацию города Слободского и прокуратуру. Вопрос пока открыт. Кто же отдал распоряжение начать реконструкцию без согласования с историками? Мы будем следить за развитием событий. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область, Слободской.